Заседание Галского районного собрания Открытие кулинарного дела в Галском гуманитарном колледже 10 марта в администрации Галского района состоялось заседание районного собрания. Председатель районного собрания Джамбул Куртава поздравил женщин-депутатов с прошедшим международным женским днём и вручил им подарки. После чего зачитал письмо обращения, которые были отправлены районным собранием президенту Абхазии Аслану Бжане, спикеру парламента Валерию Кварче и временно исполняющему обязанности премьер-министра Владимиру Делбам. Первое письмо включало в себя обращение граждан по вопросу паспортизации жителей Галского района. Во втором письме говорилось об открытии гуманитарного коридора на КПП Ингур для определённых лиц. Джамбул Куртава сочетал приказ президента о назначении выборов в органы местного самоуправления Республики Абхазия, которые состоятся 11 апреля. Согласно закону Республики Абхазия, районное собрание выдвинуло пять человек в избирательную комиссию. Руководство Галского района выдвинуло четыре человека. Единогласным решением депутаты одобрили выдвинутых кандидатов в избирательную комиссию. Председатель районного собрания сообщил, что в период с июля 2017 года по 8 февраля паспорт гражданины Абхазии получили 880 жителей Галского района. Документ вид на жительство получили 16 832 человека. По закону избирателями могут быть только граждане Абхазии, а их в районе 880. В связи с этим численность депутатов следующего созыва сократится с 25 до 11 депутатов, отметил Джамбул Куртава. По закону вид на жительство не может голосовать, не может участвовать. Исходя из того, что 880 у нас в районе граждан республики, 25 у нас депутатов, 25 депутатов мы уже не можем, всех и будем сокращать. По закону тоже мы имеем право от 11 до 41, то есть 11 депутатов. Вот этот у нас тоже вопрос будет стоять на повестке дня, мы должны сократить. 800 человек, их надо поделить вот на 11 участков. 15, я думаю, там уже совсем, уже у нас избирателей не будет хватать. А так 880 на 11, я думаю, где-то там человек по 70 уже на каждого депутата. Также на повестке дня были рассмотрены следующие вопросы. Утверждение начальника соцобеспечения Марики Пипия. Рассмотрение тарифов отделов землеустройства и архитектуры. И тарифы арендной платы отдела культуры. Все вопросы были детально обсуждены и согласованы. После чего депутаты единогласно их одобрили. По сообщению пресс-службы района, 12 марта глава администрации Галского района Константин Пилия провел встречу с главным санитарным врачом Абхазии Людмилой Скорик, где основной темой обсуждения стала эпидемиологическая обстановка в районе. Позже главный санитарный врач страны Людмила Скорик в интервью радио «Спутник Абхазия» скажет, что основное количество новых случаев коронавируса регистрируется в Галском районе. Поэтому в пятницу 12 марта представители санитарно-эпидемиологической службы направились в Гал, чтобы выяснить на месте, почему именно в Галском районе наблюдается наибольшее количество новых случаев коронавируса. По словам Людмилы Скорик, это связано с похоронными процессиями, с массовыми застольями. В других частях страны тоже проводят похоронные процессии, но не так массово, пояснила Людмила Скорик. Главный санитарный врач призвала соблюдать меры безопасности, что позволит держать ситуацию под контролем до начала вакцинации. Небольшая вспышка болезни была в Гагре, но не так, как в Галском районе, где каждый день появляются новые больные, отметила она. В Галском районе заболевают люди разных возрастов, среди которых педагоги, в том числе. Однако с открытием учебного процесса это не связано, сказала Скорик. Что касается возобновления учебы, она отметила, что ситуация в школах стабильная, заболевших детей пока нет. Говоря о вакцинации от COVID-19, Людмила Скорик подчеркнула, что прививки начнут делать с группы риска. Медицинский персонал, педагоги, люди старшего поколения. Студенты Галского гуманитарного колледжа теперь могут обучаться кулинарному делу в более комфортных условиях и технически оснащенных кабинетах. Подробности в материалах корреспондента Анжелы Убилава. 12 марта состоялась церемония открытия отдела кулинарного искусства в Калском гуманитарном колледже, куда были приглашены представители местной власти во главе с Константином Пилия, работники образования, представители внеправительственных организаций, спонсоры и партнеры колледжа, которые помогли осуществить ремонт и приобрести для учебного заведения современнейшее оборудование. Мы только что закончили ремонт, вот это первый раз, когда мы официально приходим сюда. То есть программа, мы называемся «ПроОН» по улучшению профтехообразования Абхазии, также программа «Горизонт», у нас есть такая программа «Горизонт», которая поставила все оборудование, вот мы с ними работали по наладке, по поставке оборудования. На самом деле я очень верю, что колледж может стать таким магнитом, который будет привлекать молодежь для обучения, скажем, частный бизнес, для того, чтобы они опробовали здесь новые технологии, то же сельскохозяйственные, те же мотоблоки, те же машины, те же обслуживания машин, те же обслуживания техники, то же обслуживание кухонных, скажем, оборудований. То есть и тогда будут кадры, способные вносить большой вклад в очень динамичное экономическое развитие. Глава Галского района Константин Пелия вместе с директором колледжа Гунда и Кварджи и менеджером проекта Рафисом Абазовым перерезал красную ленточку, символизирующую открытие кабинета кулинарного мастерства, после чего провел осмотр всех учебных кабинетов, оснащенных современным оборудованием, а также территории колледжа. Константин Пелия отметил, что приятно удивлен качеством и скоростью выполненных работ в колледже. Ремонт этого колледжа начался в августе месяце. И вот сегодня они завершили часть, еще много работы, но все, что сделано, очень качественно. Тут наши детишки будут получать дополнительное образование, профессию. Тут можно стать электриком, можно стать поваром высокого класса. Еще ряд специальностей будет. Будут автомеханики, детишки, чтобы осваивали разряды по сварочным работам. Это все кадровый резерв района. И вообще это очень полезно для людей, чтобы получили какую-то дополнительную профессию, помимо среднего образования. Руководитель проекта Рафиза Басов. Мы несколько раз смотрели этапы, строились, но я удивлен на качество, на быстротой работ. Спасибо всем. Хочу всех поблагодарить за эту работу. И надеюсь, что дальнейшее сотрудничество у нас будет еще в больших объемах. Создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, позволит выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования, обеспечит подготовку квалифицированных рабочих, повысит конкурентоспособность среднего профессионального образования. Это значимое событие для всего района и для всей системы профессионального образования, отметили приглашенные гости. Сегодня мы здесь по приглашению Гунты Георгиевны. И, честно говоря, были очень удивлены, впечатлены. Мне кажется, это очень важно, что делается, потому что такие возможности для молодых людей очень нужны. Мы стали сотрудничать больше года назад в рамках проекта по профессиональному неформальному образованию. Мы работали с молодыми людьми, помогали им определиться в этой жизни, то есть приобрести какие-то навыки для того, чтобы найти себя и обеспечить себе какой-то источник дохода. И мы столкнулись с тем, что молодежи не хватает профессиональных навыков. Мы стали молодежь привлекать, мы стали рассказывать про то, какие курсы предлагаются на базе колледжа. И вот с Гунтой Георгиевной у нас получилось запустить курсы электрика в прошлом году. Мы привлекли 10 молодых людей с разных районов, в том числе из Ачемчирского, от Кварчайского. Они все приезжали и получили профессиональное образование электриков. Но сейчас в таких условиях, мне кажется, этот наплыв молодых людей должен только увеличиться. И в таких условиях, мне кажется, это будет только на благо. Год тому назад никто не думал, что в этом Гальском колледже так будет уютно, так будет красиво, такой будет ремонт и снаружи, и снутри. Но уж я не могу, слов нет. И я благодарна нашей международной организации UNDB, Горизонт, которые помогают молодежи Гальского района. Директор Галского гуманитарного колледжа Гунда-Кварти проинформировала, что на данный момент обучается 77 студентов по разным специальностям из Галского, Кварчалского и Ачемчирского районов, которые не только приобретут профессию, но впоследствии будут иметь возможность трудоустроиться. В скором времени мы хотим еще, у нас вот кабинет готов по электрооборудованию. Короткие курсы в данное время, мы хотим двухмесячные курсы и приглашаем учащихся. Там могут учиться даже, вторую смену прийти после уроков, два часа в неделю, три раза по два часа электрооборудование можем обучить. Девятые, десятые, одиннадцатые классы мы приглашаем жителей Гальского района. Мы хотим приступить в апреле, сейчас идет набор. День открытых дверей будет, мы будем приглашать всех выпускников района, всех школ и выберут себе специальность. Студентам здесь помогают осваивать территорию профессиональные мастера своего дела и современное оборудование, которыми оснащены кабинеты. Немаловажно то, что новое оборудование поможет нашим студентам, осваивающим рабочие специальности, еще успешнее представлять район на конкурсах профессионального мастерства, где в будущем они надеются принять участие. Я учусь на втором курсе педагогического факультета. Здесь учеба нормальная, учителя хорошие, все доступно объясняют. Хочу поблагодарить наших учителей за их труд, что они укладывают нас. Надеюсь, не подвести их в дальнейшем. Как отметил Рафис Абазов, программа ИСОН продолжает масштабную и всестороннюю реконструкцию Галлского колледжа, проведение тренингов и семинаров среди преподавательского состава и студентов. Анжела Убилава, Илона Микава, Пека Шония, Галтове. 13 марта глава администрации Галлского района Константин Пилия вместе с министром иностранных дел Республики Абхазия Дауром Ковы, руководством Галлского полевого офиса ВКБ ООН и представителями организации ООН посетили село Абаакыт, где была решена проблема водоснабжения. На встрече с местными жителями Константин Пилия поблагодарил участников проекта в искренней заинтересованности к проблемам села, без которой не удалось бы так качественно выполнить намеченную работу, а именно руководство ВКБ и подрядчика Нязачгириная. Отдельную благодарность за поддержку, оперативность, а главное понимание глава района выразил начальнику отдела в городе Галл пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия полковнику Молодцову. Благодаря слаженной командной работе была произведена установка насоса в водозаборном сооружении с прокладкой труб 550-600 мм, а также установка водоцистерны емкостью 20-25 тонн. Детский вокально-инструментальный фольклорный ансамбль «Самурзакан» из села Галхуч Ткуарчалского района выступит на фестивале в Кремле в апреле 2021 года. Об этом сообщил художественный руководитель коллектива Михаил Джемутья. Ансамбль «Самурзакан» принял участие в фестивале «Надежда Европы» в Сочи в вокальной номинации «Фольклорный жанр», где получил специальный приз и был приглашен на фестиваль в Москву. О новостях спорта вам расскажет Артем Кочарава. Приветствую вас, дорогие любители спорта! Тарас Хагба избан президентом Федерации футбола Абхазии. Такое решение было принято единогласно членами Совета Футбольной Федерации Республики. Кандидатов на пост президента было двое – Тарас Хагба и Геннадий Цинария. Но в начале голосования последний снял свою кандидатуру. Алмаз Ажиба занял первое место. Константин Борцес – второе. Астан Гитсба – третье в чемпионате и первенстве Центрального федерального округа из Северо-Западного федерального округа по тайскому боксу, которое прошло в Московской области с 27 февраля по 6 марта. В соревнованиях принимали участие около 450 спортсменов. Гранд Кисян занял первое место. Инал Кварчия – второе. Ашот Борцекян и Даниэль Апарин – третье в первенстве Краснодарского края по боксу среди юношей 13-14 лет, которое прошло с 1 по 7 марта в городе Новороссийск. В турнире принимали участие 221 спортсменов, и из 36 муниципальных образований абхазские спортсмены представляли город Сочи. Элкан Гвазава стал серебряным призером чемпионата Республики Татарстан по тяжелой атлетике, который прошел в городе Зеленодонск 8 и 9 марта. В соревнованиях принимали участие 60 сильнейших спортсменов Татарстана. Абхазский спортсмен выступил весовой категории 67 килограммов. Итоговый результат Элкана – 118 килограммов в ке, 135 килограммов в толчке. Абхазский теннисист Ален Ависба стал победителем турнира ITF с призовым фондом 25 тысяч долларов, который прошел 7 марта в португальском Фару. В финале он уверенно обыграл француза Люка Пуплана. В двух садах со счетом 6-2, 6-2. Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту в лице председателя Джамала Губас поздравляет нашего теннисиста с победой и желает дальнейших успехов. А у меня на сегодня все. Увидимся ровно через неделю. На этом все. Встретимся ровно через неделю. Абзи и араз. Чикароз оцунда.